Это Политпрайм, с вами Вячеслав Коринев, здравствуйте. В честь первого дня лета, дня рождения Хабаровска, давайте сделаем программу праздничной и посвятим ее полностью Хабаровску и Хабаровскому краю. Они же это заслужили, правда? Поэтому сегодня в выпуске 2450 солнечных часов в год. А чем еще может похвастаться Хабаровск против того, кто посвятил ему всю жизнь? Самый большой дефицит люди. Работы хватит на всех. Как увеличить население Хабаровского края? Каждый ребенок бесценен, особенно в эпоху старения человечества. А от чего детей надо защищать? Узнаем. Хабаровск один из трех самых солнечных городов России. По количеству солнечных часов в год мы уступаем только Чите и Улан-Удэ. Зато намного опережаем Сочи, Краснодар и Севастополь. А за что еще стоит любить Хабаровск? Чтобы ответить на этот вопрос, я решил позвать человека, который может взглянуть на Хабаровск и со стороны, и изнутри. И какую бы оценку он ни вынес, он будет иметь на это право, потому что, как никто другой, много сделал для сохранения того, что нам досталось от прежних хабаровчан, которые построили, подарили нам этот город. Валерий Зурабович Хидиров, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Хабаровского края, член Общественной палаты Хабаровского края и города Хабаровска, полномочный представитель Республики Северная Осетия-Алания в ДФО. Ну, наверное, самый почетный титул просто хабаровчанин. Хабаровчанин, да. Но вы родились не в Хабаровске. Да, я родился в Северной Осетии, но уже после окончания техникума я получил направление, я сам настаивал в город Хабаровск. Меня вызвали директор учебного заведения и предложили мне Москву, потому что я два года был командиром строительных отрядов и забоевал первые места. И я отказался, и я говорю, нет, не в Хабаровск. А почему? А мне говорят, вы там были? Я говорю, нет. Ну, может быть, я говорю, нет, в Хабаровск. Вот захотел, я читал и книги, и много, и про ДСУ Зала, и про БАМ, естественно, и в то время. И как-то меня вот потянуло в город Хабаровск. Вы помните первое впечатление? Конечно, я приехал, прилетел, нас было, я один из ребят и четверо девушек молодых. И мы прилетели, я поселился в общитель на Шевчука, и первое впечатление, знаете, вот, солнечный город, очень доброжелательные, добрые люди. Это самое такое в памяти 1 мая, 9 мая. Это огромные коллективы заводов, предприятия. Это настолько было праздничное, набережная, утес, эти, в общем-то, рельефы города. Но самое главное, любой город красит, красят люди, люди. Если люди добрые, если люди отзывчивые и доброжелательные, и город будет красивым. Вы представитель Кавказа. Как в Хабаровске относятся к кавказцам? Вообще к другим национальностям? Я думаю, в Хабаровске относятся, тем более я близко соприкасаюсь, как зампредседателя Ассамблеи Нордхабаровского края. Я скажу, что очень хорошо, очень комфортно, потому что, если даже бывают проблемы, это бывают в основном бытовые. Они не из-за национальности, а из-за поведения. Да, из-за поведения. Потому что человек, который себя достойно ведет, то есть я на родине, он будет вести себя достойно и где-то в других местах, в других регионах, потому что он должен, прежде всего, задавать вопрос. Я приехал в этот регион, здесь свои устои, своя культура, традиции, принимай, изучай и встраивайся в эту жизнь. Вы бы могли как-то его охарактеризовать? Чем отличается от других городов, где бывали? Хабаровск – очень организованный город, очень необычный, на берегу, естественно, нашего Амура, Уссури. Наши бульвары, наши улицы, вот три сопки, можно сказать, что три улицы Муравьева-Мурского, Ленина и Серишева. Очень красивый рельеф. И для градостроителей это настолько, это такая, можно сказать, что не то, что находка, это удача, может так развивать город красиво, не больше, что это… Ну да, мы как бы на трех уровнях. На трех, это очень красиво. И так у нас город очень красивый, очень хороший, солнечный. Я хочу сказать, что люди, которые уезжали из города Хабаровска, продавали все. На сегодняшний день ни одного человека встречал, что, говорит, мы совершили глупость, надо было просто поехать, посмотреть, как там живется. Но нас тянет обратно в Хабаровск. А мы еще подумаем, будем пускать или нет. Да, да, конечно. Поэтому прежде чем уезжать, надо подумать, потому что город Хабаровск, это, я хочу сказать, что самый лучший город. Спорный вопрос. За последние 20-30 лет он стал лучше или хуже? Мне кажется, вот я смотрю старый наш репортаж, он стал более ярким. Хотя, возможно, что-то потерял, вот на ваш взгляд. Стал более ярким. Если потерял, только, может быть, объектов культурного наследия, вот деревянное зодчество, там здания всякие, памятники, историю культуры, был период, когда мы их потеряли. Но в целом, как бы город растет, город развивается, город хорошеет. И тому пример гости, которые сюда приезжают. Недавно из Москвы приезжали представители киноиндустрии и очень настолько не ожидали, что этот город такой европейский, такой народ очень добрый, что были приятно удивлены. Это была поездка, победили вместе, были документальные фильмы. К сожалению, я помню, когда-то был проект создания музея и деревянного зодчества на улице Гайдара не получилось. Но благодаря вам, в том числе, вот многие деревянные дома сохранились. Кстати, почему возникла такая идея их восстанавливать? Ведь вы восстанавливаете даже то, что я в детстве помню, как просто старый барак. Да, если посмотреть, я думаю, не привели дома родители, в основном бабушка, потому что она всегда говорила, цени то, что создано для тебя, до тебя. Цени, уважай старшего, цени все, цени место, где ты живешь. Поэтому для меня было очень интересно, очень узнавая историю нашего края, как осваивали наш Дальний Восток, Хабаровск. И мне просто стало очень интересно, что-то сделать для нашего города. А что сделать? Значит, это сохранить историю нашего города. Объекты, значит, к сожалению, я бы еще, может быть, до пяти домов бы, ну, в сложности есть все-таки законы, которые иногда не позволяют быстро за это взяться. А пока мы беремся, пока решаем, эти объекты теряются. Поэтому мне удалось сохранить тот Зирынского 60, это дом. Давайте с этого и начнем. Это тем более ближе всего к нашей телекомпании, практически, ну, через несколько кварталов. Давайте покажем фотографии дома, если не знали. Вот, расскажите, что там было раньше. Зирынского 60, дом Федора Чудина, построен в 1896 году, приехал молодым офицером-лейтенантом и дослужился до члена полковника, советника губернатора и первоклассного топографа. Вот сейчас видите фотографию, в каком состоянии был дом до того, как Валерий Зурабович решил восстановить. А вообще, вы почему поняли, что это надо восстанавливать? Действительно, выглядело уже просто ужасно. Но вы откопали. Да, это было, я, честно говоря, вот иногда, как какая-то история, кажется, когда рассказываю, когда я проходил мимо вот этого дома, который разваливается, да, я почувствовал такую энергию ко мне, обращение, что, понимаешь, вот помощь, удивительно просто. И я вот взялся просто потихонечку, потихонечку. Это первая продажа памятника истории культуры вообще в России. Это к прежнему Ельцина, да. Тогда было распоряжение тогдашнего губернатора, значит, Виктора Банча Ишаева. И вот вышли на участие на торгах, и потихонечку, потихонечку мы смогли расселить жильцов и восстановить, воссоздать. А там еще жильцы были. Жильцы были, да, жили там на втором этаже. Ну и, наверное, самое известное ваше здание – это Калинина 72, да? Да. Давайте его тоже покажем. А там что было когда-то? Калинина 72. Там был, на стокольном этаже был винный погреб. На втором этаже ресторан Лондон, Гринд-отель. Во дворе был театр, построенный для Марининина Петипа. Это внучка Мариуса Петипа, великого балетмейстера. А вот это вот те, кто построили, да? Это Тоболов и Бетаров, выходцы из Терреской губернии, город Волгогавказ. Посередине Эмиль Францевич Нино и Бетарова Александра Александровича. Они дружили вместе. И, в общем-то, как бы... О, это кто? Это Бетаров Александр Александрович. Мария Нинина Петипа имела театр в Москве, во Владивостоке и, естественно, в Хабаровске. Ну вот я помню, когда там, по-моему, был военкомат. Да, был военкомат. Да, с 52-го года. Там еще был край ТАСС до 47-го года, где работал Задорнов и Комаров. Они там работали как раз. Ну, трудно было его восстановить? Очень трудно. Очень сложные дома. Но когда любишь, когда любишь эту работу, знаешь, к чему идешь, получаешь удовольствие, в любом случае. Как у нас обычно говорят, если хочешь не работать, займись любимой работой. Так, а в завершении, как я понял, это рисунок, который был найден во время ремонта? Да. Значит, видимо, пришел, скорее всего, сын Табулова, пришел домой, а там оценка 3 с минусом. Рисовал, три урока подписаны. И залез на крышу и спрятал в подзоре. там написано 16-й год. Ну да, это как я иногда от родителей прятал свой дневник, чтобы не увидели, что пока эта ветка. И мы нашли просто вот, в общем-то, как бы, сейчас на сегодня. Слушайте, мне кажется, это просто шикарно, это очень увлекательно, как бы, история реальных хабаровчан, найденная. Вот что интересно, вот даже если вернемся в дом Федора Чудинова, прадед Федор Чудинова 58 лет посвятил строительству петергофских фонтанов и его имя вписано в историю Петергофа. Был награжден именным перстнем от руки императора и титлум дворянства. Поэтому тогдашнее время сохраняли и строили вот историю. И уже их внуки, правнуки тоже оказались и благодаря вот нам потомки Чудиновых получили информацию, что история Чудинова Федора живет и дом сохранили. А они не пытались отсудить это здание? Да нет, они же наоборот с благодарностью к нам, что действительно вот они потеряли, их было три брата. Вот если честно, все ли хабаровчане относятся к этому хорошо? Нет ли нареканий? Потому что, честно говоря, люди не очень любят предпринимателей, а вы предприниматель. Я думаю, что я то, что в целом зарабатывал, я вкладывал в любимое дело, потому что знал в итоге это, но это не быстрые деньги, не быстрый возврат. Это и даже брался за эти объекты, не имея никаких больших средств. Почему? Потому что если сейчас я не возьму, пока буду собирать средства, этот объект исчезнет, снесут. Совершенно точно. Вот эти два здания, что мы увидели, если бы не вы, их бы снесли. Там уже проекты были. Проекты были. В одном месте гостиница на Калинино, а во втором месте девиэтажный дом. Поэтому мы смогли отстоять и слава богу, что... Давайте еще один объект посмотрим. Дом Плюснина. Да. Расскажите, какого именно Плюснина? Дом Василия Васильевича Плюснина-младшего, который отказался от наследства и посвятил себя воспитанию детей без биржонников. Очень много времени проводил с супругой. И мне, значит, когда я смотрел в архивах Центра похоронения памятников, я обнаружил в альбоме старинном, старом, значит, тот объект дом, где внизу написано «Неопределено». И мы потом узнали, что это дом Василия Васильевича Плюснина, который по одним предположениям в источниках сгорел в 1930 году, а по другим в 1936 году, потому что там разместили дом для душевнобольных после того, как изъяли этот объект. Поэтому объект очень интересный. И сами люди, вот Василий Васильевич, который посетил себя, он же толстовец, он ездил к Альбе Толстому, помогал ему. Вот его стремление помощи ближнему и стремление, ну, вот его подход человеческий, меня подвигло к тому, чтобы воссоздать этот объект в первозданном виде. Но я буду, конечно, обращаться в администрацию города, конечно. А давайте прямо сейчас обратимся. Тем более в такой день, день рождения города. Что вам надо? Какая помощь требуется от властей? У нас есть территория небольшая на Калинино, чуть ниже. Есть охранная зона, которая относится к нам. Вот на этом месте как раз становится этот объект. Мы даже сделали макет, ныне покойный Бабуров Владимир Филиппович сделал макет этого объекта, рассчитали все. И неплохо было бы для нашего города получить вот по Калинино линию исторических объектов. Пройдет время, этот объект тоже будет старинным, по крайней мере, будем знать. Сама архитектура очень интересная. Деревянное зорчество просто уникальнейшее. И можно было бы просто вложить душу и для нашего города еще один объект бы появился. Спасибо вам огромное за то, что стали хабаровчанином. Благодаря вам наш город сохраняет свою действительно особенность. Вот эта особенность. Мы смотрели на эти здания и я понял, что где бы я ни был, таких зданий я больше нигде не видел. Вот это удивительное смешение разных стилей. Надо беречь, надо беречь то, что у нас есть, надо приумножать. И действительно, я горд, что я живу в городе Хабаровске. Горд тем, что обзавелся здесь семьей, дети меня родили здесь. Поэтому еще раз поздравляю наших горожан, наших гостей всех с этим очень красивым праздником, днем рождения города. Друг друга поздравим, что живем в самом солнечном, одном из трех самых солнечных городов России. Да, согласен. Спасибо. В студии программы Политпрайм был Валерий Зурабович Хизиров, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Хабаровского края, член Общественной палаты Хабаровского края и города Хабаровска, полномочный представитель Республики Северная Осетия Алания в ДФО, ну а главное хабаровчанин, который заботится о своем городе. Всем бы нам быть такими. После короткого перерыва поговорим о миграции. Редактор субтитров А.Семкин